Дай почитать. К сожалению, оба брака были не очень удачными. Возможно, именно поэтому она и стала искать утешение в сочинительстве. Взяла псевдоним Элизабет, настоящее имя Мэри, а нет, и написала полуавтобиографический сатирический роман «Элизабет и ее немецкий сад» в 1898 году. С этих пор название первой книги стало чем-то вроде пароля, познавательного знака для всех почитателей ее таланта, а их немало. Элизабет фон Арнем – одна из самых популярных писательниц первых десятилетий XX века, а ее книги продолжают издаваться на многих европейских языках и в наши дни. Автор «Некрологов Таймс» отметил, что все, что писала Элизабет, было пронизано ее необычайно живой и привлекательной натурой, бесконечным остроумием. Слова так легко лились из-под ее пера, что она могла творить практически где угодно между делом. Лучше не скажешь. Она жила в Англии, Германии, Швейцарии, США. Ее творческое наследие разнообразно. Романы-дневники, романы-воспоминания, путевые заметки, эпистолярные романы, эскопийский роман «Колдовской апрель», психологический триллер «Вера», для детей книга «Мелодии для младенца апреля». О чем ее книги? О вечных ценностях, которые ни мода, ни время не могут изменить. И все это с юмором и озорством. Ее книги – свидетельство глубины настоящей мудрости. Элизабет фон Арнем, энциклопедически образованная, никогда не прекращала читать и перечитывать книги, а еще обожала сады. Вот и дебютный роман Элизабет и ее немецкий сад убеждает в необходимости единения человека и природы, ведь это позволяет почувствовать присутствие Бога. Элизабет, вышедшая замуж за разгневанного, так она называет своего супруга, немецкого аристократа, живет с ним в его родовом поместье. У нее много забот, три чудесные дочери, дом, гости, но главное – это роскошный цветочный сад, убежище от всех невзгод, пространство для творчества, место единения с природой. Каждая встреча с книгой Элизабет фон Арнем неповторима и незабываема. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!